МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Включив проблесковые маячки, сотрудники госавтоинспекции начали преследовать нарушителя. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. К погоне подключился и второй экипаж ГАИ. Тем временем гонщик не исправился с управлением на вираже и врезался в одноименный магазин. После чего, покинув автомобиль, скрылся из виду. Инспекторы нигде не могли найти беглеца. На помощь подоспел житель одного из ближайших домов. Он стал свидетелем происходящего и очевидцем игры в прятки. Нарушителя в итоге нашли в мусорном контейнере. На данного водителя было составлено 5 административных протоколов, в том числе из-за управления автомобилем со стороны алкогольного пьянения. По данному факту проводится проверка. Водителю грозит большой штраф, а также лишение права управления сроком более чем на 3 года. В Жлобине пенсионер провалился в отстойную яму. Выбраться наружу самостоятельно ему не удалось. На помощь пришли спасатели. Работники МЧС при помощи лестницы-палки извлекли мужчину из отстойника и передали работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом переохлаждения мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Как выяснилось, мужчина 1954 года рождения во время прогулки увидел заброшенный отстойник, на дне которого находилось много бутылок. Они-то и привлекли его внимание. Мужчина решил собрать пластиковую тару и спустился в яму, глубина которой оказалась 3 метра. Под мусором было много воды. Выбраться наверх самостоятельно он уже не смог. Пришлось звать на помощь. Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли при благоустройстве территории одного из микрорайонов Жлобина. Опасный предмет обнаружили между жилыми домами во время проведения земляных работ по восстановлению газона. Сотрудники РОВД оперативно эвакуировали жильцов ближайших домов и посетителей и персонал продуктового магазина. Всего 47 человек. В Гомеле задержали автомобиль МАЗ, в котором находилось почти 13 тонн лома черного металла без сопроводительных документов. За рулем находился гомельчанин 1971 года рождения. В ходе проверки было установлено, что тяжелый груз принадлежит жителю Ветковского района. У правоохранителей есть предположение, что металл планировали вывезти за пределы страны для продажи. В отношении владельца тяжелого груза составлен административный протокол по части 1 прем. ст. 12 М. кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией товара или же без конфискации. Металл в настоящее время помещен на хранение в организацию в Торчер Мед, а на автомобиль наложен арест. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.